так как будто бы все налажено добрый вечер вы меня слышите мальчик я приветствую я слышу вам меня видно нет сейчас еще лучше сделаю так лучше да я просто обычно вас привык видеть в наушниках да да правильно сейчас тут вот так лучше слышно мне хорошо слышно чтобы вы меня слышали да я вас слышу мы с вами периодически переписывались да в скайпе вот когда вы еще потеряете были у меня вот за это время много вопросов накопилось а не может быть такого простого характера вам покажется но тем не менее так сразу сказал у нас все записывается выставляется в интернет вы не против да нет конечно ну что я буду даже сказать что мало ли чем жизни бывает а то бывает я не против мы с вами может быть помните год назад общались вот да про крещение так лучше давайте что у вас там есть вопрос вот по вашему опыту и знаете технич кого проще всего обратить православного христианина сектанта мусульманина или иудея не знаю но как как сказать это бог только решает думаешь так а у бога по-другому все но больше опыт такой как я имею бывает люди не верующие совсем или бывает ходит православный ревнитель а дело не знает но главное чтобы он не был привязан к попам это самый благодатный материал когда человек верит ходит в церковь и не задурнен он понимает что нет этого у меня с мусульманами трудно вообще разговаривать потому что там грозит смерть при принятии православия но об остальных иудеи это проще но это только так день в поезде встретишься специально вот так понял следующий такой вопросик у меня по поводу игры в шахматы вот в действительности эта игра она портит душу вот потому что вот на стоглавом соборе я читал запретили прямо под сражающим запретом игру в шахматы но игра в кости там называется даже это к этому может относиться на что от этого теряет только человек время но научился стал ты как бобби фишер а что из этого дальше то не ну как бобби фишер разумеется это как он сказать это профессиональный спортсмен я просто относительно давно узнал об этом что прям так категорично я сам играю в шахматы по игру то есть есть когда время там с коллегами могу там поиграть поэтому это так прям вцепилась и решила вас уточнить когда я играл шахматы там даже там кандидату мастера и но узнав что это никак нельзя я сразу выбросил все выбросил презрительно никак не прикасаться и не быть там где есть у меня книги были по шахматам и ну слово божие говорит о том чтобы мы были внимательны время коротко дни лукавы написано и нам не прибавить никто ни одной минуты а что то это сидеть я буду я ничего не сделал как телевизор смотрит серое окно погасло я не научил горы свою дочь и наконец как от нее вязать ничего нету пустое все это следующий вопрос многие святые отцы и уже вот православные священники 18 19 веков они предсказывают что будет время когда нельзя будет посещать православные храмы так как благодати там не будет вот мы сами уже как бы понимаем что приближается время такой некой что будет вот эта грань как бы переломлено и меня вот к вам вопрос вот где вот та грань чтобы вот все православные христиане поняли что вот дальше этого момента посещать православные храмы нельзя так как в них нет благодати такого может быть он двоякий сложный вопрос но хотелось бы уточнить ну в первую очередь отрицание никео цареградского символа веры веруя в единого бога отца вседержителя творца неба и земли дальше когда это будет когда христос будет не христос изгоняет торгашей из храма когда торгаши христа прогонит то есть евангелие будет ни на каком месте православные особенно близки к этому вот в новом завете есть три анафемы говорятся но они об одном и том же кто не любит господа иисуса маранафа анафема таково касается православных в первую очередь они не знают о христе они знают моление о капистое историю изучает закон божий христа почти не знает и далее галатам первая глава 8 9 стих если бы мы или ангел с неба придет будет говорить не то что мы да будет анафема еще раз говорю апостол павел говорит кого это касается православных евангелия вообще не знают это я знаю из своей жизни ходил храма ничего никакой я даже это слово не слышал а что она является жизнью моею что это слова духа святого писали божий дух человеке и ищите на 1248 евангелия от и она слова моя будет судить вас последний день эти слова вообще не слышал а когда услышал она изменила всю жизнь я понял мои знания к и что я не нужны будут когда буду умирать мне нужно будет только то вписался ли я в евангелие жили во мне дух святой был я храмом духа святого вот это и на счет это будет заметно как это не просто грех там впал какой смещенник там а это всеобщее это и кукша об этом говорит и черниковский да да многие говорят об этом у меня записано феофан затворник серафим саровский я могу сейчас выставить целый отряд их у меня выборы выборки сделаны но это не я делал выборки то помогали люди еще ну как-то видно это будет вот найдется такой смелый епископ там митрополит который так все же объявит об этом как вы думаете обязательно обязательно найдется такой лонгин который объявит вот он там да это фарпост фильм когда смотришь отец михаил жар епископом стал и он прямо выступил и сказала на украине там рядом это сборка с этой с румынией вот что не отдавайте своих сыновей воевать с россией там не поминающий патриарх и кирилл он что-то там по-своему я немножко переписывался я сказал главное то не в этом а вы монастыре заперлись и сидите вы знаете украинский язык знаете румынский это как посылайте монахов то вас 180 человек там они собирают детей брошенных и поднимают на ноги но пускай этим занимаются старики которые уже ходить не могут вы молоды это зачем сидите и вот они храмы храмы строят там на небольшой территории у них уже в храмов 5 нарисе не больше зачем это нужно но они вначале как бы обрадовались вот вы видите за него я говорю я не за что за него я просто говорю что убирать будем и все это не нужно и будет я смотрел он хороший человек все ну причем тут поминать и поминать ему не холодно не жарко патриарху имеешь возможность помолить за него это ничего не дает и не надо на это упор делать а вот я ему скажу там даже сказал я писал не раз именно писал алексею первому я им всем писал в алексею второму они чего приняли да ничего не приняли но я писал всем архиереям и некоторые приняли стали строить купели стали пропой там говорить можете от меня это не зависело купили я могу сам засвидетельствовать по крайней мере я обрадовался вот здесь храм который я хожу хотя бы там 10 купели для взрослых это уже о чем-то говорит по крайней мере взрослый человек может принять истинное таинство я каждый год писал на празднике всем архиереем об этом и материала крещения у меня в книге к истинному православию зайдете на сайте там убедить это огромный огромный материал я всегда рассылал ну и где-то господь слышали то что вот сейчас московская патриархия строит храм главный храм вооруженных сил российской федерации смотрел это пустое вот такие вымыслы но не касается это никак меня касается это нет но если военный был бы привели туда но помолился бы им все они не знают бога от москве 200 храмов строят храмы люди там бунтуют детей некуда выпустить храмы горят рядом пустые стоят давайте строить и храма эти неблагословенные не надо это делать я сказал один раз а больше говорить не буду зачем мне это нужно смотрите следующий у меня вопрос такой вот мессианские евреи вот кто такие вот в целом есть ли у них священство почему вот я задаю такой вопрос я сталкивался на их видео ролики там где их община и вот как вот я воспринял они очень так хорошо ревнительно говорят о боге понимают даже толкует вот некоторые стихи как вот святые отцы и вот как бы в связи с этим такой вопрос вот они все же как бы в этой категории спасенных находится вот если у них священство и это все как бы также сектант нигде не упоминается я не нашел этого это под сомнением и второе они разные одни признают святую троицу другие нет просто мессия пришел они признают его за бога она у была членом но участвовала и в таинствах даже когда пели веру она не пела если я отдельно поговорил она но христа за бога не признают а вы бы признали его если вот как захей вы были бы вы пригласили христа пригласили а признали бы что бог сидит за столом и грудь не это счет нас спрашиваете я признал его когда уже теперь святые отцы все это разъяснили а как так бог сотворивший вселенную которому нет начала сидит у меня за столом я реально подошел воображением я бы не одни как христос себя прямо я бог так ты не говорил это уже дальше святые отцы говорят апостол павел неоднократно говорит я начали было слово а он горты делаешь себя равным богу равным христос говорил что я есть сущий нежели был авраам я есть авраама может быть на миллион лет лет раньше но только он был создан первое творение божие как вот свидетель его понимает и так они а другие понимают ведь правильно а мне зачем разбираться я это узнал и сразу отошел меня это не касается туда никогда не пойду потому что все под сомнением нет это конечно просто у них вот разговор когда вот они вот своих братьев иудеев с ним когда беседуют они как вот рассказывают они вот настолько талантливо проповедуют ну вот прямо благую вести несут и вопрос вот такой складывается если там священство чтобы вот хотя бы вот было там священство и все есть таинство и а вот в итоге видите получается что священство нет но если ты думаешь спасаться не в людях надо искать вот мы сегодня тут с одним разговаривали а вот патриархия она там я признал благодатность и и от этого никак не отойду но я нахожусь в русско-православной зарубежной церкви но пошли канонические акты при нам к нам приезжает митрополит служит и полное общение но мы им напрямую не подчиняемся они нам не указок не могут дать не запретить или что-то там вынести какое-то решение перевести нашего отца акима нет мы им не принадлежим они приезжают когда к нам поминать патриарха кирилла и сразу же поминают митрополита илариона вашингтонского там нью-йоркского а потом местного митрополита больше они нигде в россии не поминают так только у нас это две общины остались мы не с места не изменились константа как бы то ни было мы стоим на месте то есть в этом вопросе резекционном я знаю что эта церковь вот часть церкви так скажем а делали как там русско-православная церковь за рубежом она возникла среди страданий гонений я не было антоний храповицкий там анастасий грибановский был и ларитом вот это страдания всегда привлекают а потом они не связаны были со сталинской вот этой структуры московской патриархии что власти зашли и что кто сидели это все для них враги народа и лгали что нет гонений там этого не было мы находимся там я понял у меня по поводу вам нет вопрос я как бы знаю потому что я же ресурсы ваши не первый год посещаю я в этом плане то у меня вопросов нет у меня следующий вопрос вот можно ли христианину который находится в московском патриархате перейти к старообрядцам вот в чем минусы для такого христианин а зачем вот такой вопрос знаете притягивает что там больше порядка ну еще такого порядка по конкретно какого порядка они одеты по форме тебе тут никто не запрещает за 300 лет ни одного миссионера нету какой порядок то какой нету ни одного нету далее они держат злопомнение 300 с лишним лет и гнали ну гнали другие люди пришли уже а злопомнению подобляет дьяволу говорит и азратоуст и что там самое маленькое какое-то тот зашел православный храм молился отлучить они этим играют они свирепое общество свирепая по-другому не называю у нас свирепее чем в московском патриархате но даже сравнить не приходится тут свобода мы находимся заходим в храм молимся приходят баптисты там ничего нет на воротах написано храм заходишь двуперста только креститься троиперста нельзя то есть они бога не знают даже бог волен принять молитву от любого человека чтобы уверовал на первом месте это благовестие христа и через это люди обращаются вера от слышания они это не слышат даже я знаю это моя родина этом родился самое свирепое общество я вам даже вопрос писал потому что мне прям было такое желание уйти к старообрядцам но вы мне ответили скайпе что ссылками из нового завета темно темно такое царство ничто не найдешь сразу подминает и никуда больше тебя ничего нигде нет ни один талант не разовьешь но за все время они не написали ни одного музыкального произведения за 300 лет библия переведена неправильно канонета синодальная а свое нету там с двумя и нельзя иисус писать они даже не знают что иисус это греки нам передали нету иисус есть ешева 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 откуда иисус то но так принято потому что буквы ш нету греческом алфавите даже мы так и принимаем я и молюсь и господи иисусе христе я ничего дальше не могу сказать а там вот мы были то я там был и тут она не гонение галь за гонением работать абсолютно невозможно если вот это там остался нас не было бы лагеря это 45 лет тысячи детей не было бы ни одной книги не было бы миссионерских этих поездок путешествий по европе везде выступлений почему потому что мы остановимся на библии синодальная а у них это так и она есть и нет вот как то есть это полигон талантов кладбище огромный огромный полигон и что интересно тут у нас статья вышла в губернской газете алтайского края у злого человека голуби не водятся голоса а это действительно так а у меня сестра там находится я говорю ты поищи у старообрядцев если кто голубей держит нигде не могли найти и через два года только говорит в красноярске у одного есть я говорю и как как он завел тогда он пришел от никоньян опять же не старообрядец он а почему пришел а жена старообрядка у них приобретение через смешанные браки как у мусульман мы их признаем канонические священник то они нет вот они у нас деревне если даже на занятия ходить нельзя поп лишит причастия он причастием играет бешеный играет ну и куда пойти это добровольно что тебе глаза завязали закололи тебя в жертву своей дурости они не понимают свободы во христе никакой священник боится епископа мертвого никому главное не разрешать молиться ни с кем все ретики главное проповедь ты еретик переходи к нам все закончилось а епископ боится там вышестоящие а те боятся всех самое трусливое я переписывался и с митрополитом и просил чтобы как правило что говорит так вот ты еретик они о ересе сами представления мало имеют да никакого они не имеют все мерить скажу он глазами хлопает и все ну что не так а у них как он злобе он весь злобе все на кулаках дерутся пьют в усмерть пьяная это у них запросто ложь конева спасения я причем знаете пытался сравнивать вот септуагинта да вот перевод септуагинта и с синодальным переводом и просто так вот поверхностные моменты главы я нигде не увидел там каких-то принципиальных разных переводов которые бы что-то вы знаете искажали искажали бы догматы и так далее но я вот говорю я еще септуагинта не знакомился но вот некоторые такие вот ревнители как вы говорите вот старообрядцы они прям вот на этом ставят крест и все и не знаю почему не признавать стандартный перевод просто как бы правда безумие если четыре духовной академии переводили там такие знатоки которые царским детям все это преподавали сейчас отсюда как метать учите старославянский язык что ли но это тоже безумие вот ко мне пришел один здесь и тоже стал говорить человек-то хороший добрый его дети у меня в лагере были и тут и знаете в псалтыре на русском языке столько ошибок я говорю как вы узнали чтобы знать ошибка или нет нужно оригинал знать а это на еврейском языке вы еврейский язык знаете нет а уже достал у него там красным почерпнуто сплошь и рядами ну давай одно место какой он посидел леснул красное нет это не так это и закрыла ничего не мог показать вот и весь сказ ну это технички я например как раз таки псалтыр смотрел септуагинты и нигде там нет там есть разные слова и причем в синодальном переводе там стоят сноточки где как переводится в септуагинте как бы там настолько вот ну я считаю правда честный перевод сенодальными за оригинал то брали это не септуагинту но они все равно в синодальном переводе есть ссылочки и сноски где вот в переводе от семидесяти это вот такое значение слова это вот так вот как бы и где там дахматы не искажаются абсолютно сравнивать и с арабским и как это слово толкует святые отцы ян златоус это огромный огромный труд и знание каких сегодня ни у кого нет я вспоминаю беседу с александром меня мог бы так перевести он еврей я слушал эту беседу даже он даже говорит не нет таких переводчиков сегодня знание были огромные хвольсон природный еврей данил абрамович смотрите еще такой вопрос когда вот уже человека похоронили православного да и сейчас вот там во всех храмах вот там записки за упокоя сорока уст и это вот как вам даже вопрос правильно задать можно ли в действительности отпеть грешника вот например родственники человек вот например был крещеным но как вам сказать как вот большинство верующими в общем теплые такие как их дух святой называет откровение вот молитвы вот сети сорока уст они все же во благо или все же это не имеет никакого отношения я повторяю слова конфуция здесь его спрашивали когда о покойниках он горит если я скажу что это имеет большое значение вы на кладбище и будете игры там жить а если скажу никакого вы и хоронить не будете умрешь как узнаешь умрешь узнаешь так и здесь откуда мы знаем это все только пожелания католики те знают определенная сумма на какой день сколько он вылез из огня сколько воды дали все можно посчитать но мы в это не верим мы верим то что верующие сына божий имеет жизнь вечно они верующие не увидит жизни но гнев божий прибывает на нем евангелия тяна 3 36 5 там 24 нет по-другому и не надо рассуждать когда вот луку читаешь где там лазарь с богачом то что когда богач и разница между нами будет вообще просто нельзя перейти как авраам ему говорит так вот сегодня у нас как раз у нашей сестры члена нашей общины умер муж умер и он принял все и крестился и исповедовался и причащался умер как христианин и потом мы сразу помолились помяни господи раба твоего виктора ибо нет человека который живя на земле не бы не согрешил но ты благо человека люби спроси его и помилуй и вечную муки избави небесному царству причастника учени и душам нашим полезное сотвори мы не знаем какая польза церковь это приняла это мы получили с преданием я молюсь каждый день о родителях о друзьях которые отошли в вечности а как она помогает я заповедь выполняю эту запад дана нет мне даже знаете то что когда ты сам молишься это правильно а вот не так когда ты там деньги отдал там уж мы не отдаем у нас этого нет у вас нет а вот как раз таки храм то знаете приходит деньги отдали и якобы все там 40 это я не верю что за деньги за деньги нет я просто делаю это полюбит здесь внезапно у нас погиб мэр города барнаула баварин владимир николаевич у нас хорошее отношение было те где сижу он помог эти дома я получил потому что я судился что у меня конфисковали и наконец вот собрались там прокурор края все решили и суд прошел и решение суда было два дома мне отдать частных и вдруг он погиб мне очень было тяжело жаль а помолиться как я начал название ты наконец главный редактор губернской газеты она говорит а он верующий был у такого-то крестил ребенка он крестился он очень тепло относился ко мне а он входил в десятку лучших мэров россии очень такой видный был ну я уже узнал это к двенадцатому часу я сразу помолился но в конце добавил господи если эта молитва не угодно тебе прости меня мне так жаль его то есть я ни на чем не настаиваю и молитва чтобы не было в грех я об этом побеспокоился мой вот ректор я 18 лет в этом университете вел занятия и он тоже умер это же владимир я тоже помолился потому что я лично знал его благоговейное отношение ко мне у меня там всем профессорам как представлял и и прочее я прошу прости его господи я его плохо знаю но в конце добавляю господи прости меня если мои твое не угодно тебе об этом человеке припомни его добрые дела и он нигде ни слова не говорил против бога его положение такое было ну можно было ему это явно четко как от мэр города заявить что он верующий так здесь я очень осторожен не знаю но я православный я молюсь молюсь который знаю вот он не верующий у нас не молится вот родственники члены общины а умер кто-то там неверующего на записки не подают эти денег нету нигде а вот а он да был верующий он был верующий внезапно погиб вот там за этих молимся молимся с неопределенным результатом нам не дано знать почему первое коринфянам 4 5 не судите никак прежде времени доколе не придет господь и не освете скрытой во мраке это так похвала будет каждому второе коринфянам 5 10 об этом же всем надлежит предсудилище христова и получить соответственно тому соответственно что дело при жизни доброе или худое а он не делал ничего ну по милости божия вера не делами спасаемся веры подтвержденной делами я говорю так как я понимаю здесь ничего нельзя по слову божий доказать я чувствую любви считаю она неразрывно если говорили щите отца и мать ветхом завете то в новом завете это шире понимается это его душу любим мы и молимся за него за родителей я понял знак тиканович ответ подробно спасибо смотрите еще вот такой вопрос вот по поводу женитьбы и замужества особенно например если мы говорим что вот парень православный христианин вот и здесь вот найти жену себе очень тяжело вообще очень тяжело и такой вопрос возникает все же искать нужно все же чтобы было детстве девушка или как или как бы это вообще не принципиально у нас не принципиально как говорить а вот у мусульман у них так если ты блудник бери блудницу у нас это знакомая она появилась она из еврейского сословия приняла все христианство через ролики познакомились и вот ну и находится там жених она опять учиться где-то уже закончила и видно что очень талантливая пишет стихи и на музыку вложит и сама поет все православное но оказалось что орешек крепкий она говорит я положила выйду только за девственника я россия такая я должна чтобы бог если богу угодно чтобы я была не одна бог это сделает это так дорого для меня этот вот мы считаем прорва толстого горит женщинами я был неутомим то есть никого мимо не пропускал а вот теперь под старость а когда понял все это но однажды он прогуливался и молодой парень там лет 25 его рекрутирует берут в армию и хороший рост это он описывает его парень какой я говорит ты меня простите без прошу и лично ну спрашиваю он скажи а ты женщина познал он говорит нет или в толстой говорит я стал слаб глазами горит я прослезился какой же ты молодец какой же ты молодец ты сохранил вот есть и такая если вы желаете побольше узнать но людмила плед людмила плед 2t любила плед между нами девочками кажется так называется а она говорит это патриарх так не скажет как она на протестантка да но как она говорит вот что если она знала женщины как 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 это не то что там телегония какая-то именно неверность и как мужчина бывает такое не может и напоминает ему или еще что-то лучше бы этого не было вот я говорю я беседовал с мулами однажды они там там из Йемена вернулись были в мекке в медине я говорю процент сохранения девства до брака какой они даже не понимают о чем я говорю как какой сто процентов у нас уже в седьмом классе трудно найти ее на вторую букву уже алфа это называть приходится вот так тут знаете даже еще вот по общению схема общаясь даже вот кто будучи даже мало люди которые себя как-то ассоциирует там с богом они даже кто уже в семьях женами там с девушками встречаются они все равно где-то в глубине души у них всегда вот знаете вкрадывается такое что вот и как бы такая заноза что кто-то вот я сейчас как бы с ней со своей женой на кто-то вот до нее там с ней был вот такого рода вот это вкрадывается у каждого как бы у большинства мужиков я вам могу сказать что вот и вот это очень сильно как бы знаете но это влюбил все хорошо ты понимаешь что она не девственница и потом это вот на сознание все это влияет и ты себя так думаешь вот так вот я считал будет так вот тянуть мне кажется этот как рассказ такой сидят за столом старая уже там под 80 лет ему и и вдруг она сидит спокойно так против он гортия ложкой полбу как ударил на год василий за что эх мария как вспомнил что я тебя взял не девушка и сердце кровью обливаются вот 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 о чем вы говорили вот это так уже 80 лет и он еще не может с собой сделать поэтому надо беречь нигде одной чтобы она не было нигде не шагу вот как мусульмане мусульмане в этом нам пример недосягаемой чистоты вот об этом я скидывал как андрей ткачев говорит она все идет то-то цариса она одновременно живет горит 7-10 мужчин братья все какие сын отец готов любого зарезать кто ее коснется а у нас она не никому не нужна он не платит за нее не выкупа вино знает у нас даже сами родители к надо гулять даже девушки они дочери ты нагуляйся а потом уже выходи замуж вот такого рода это так происходит еще истяжающая нация но это все по писанию там же господь это в западе варен не допускай дочери твоей до блуда он это говорил что в ветхом завете было если обнаружить землю твою дамы на племенником то есть ты разворачившись и твоей нации не будет если будут будет царить об этом в ветхом завете говорится это под страшные угрозы если будет обнаружено что она не девственница предать ее смерти привести к дому отца а если дочь священника сжечь живьем вот и все а сегодня никакого не потому что следующий вопрос агнат технич по поводу переливания крови все же ваша позиция и позицию церкви хотелось бы услышать церковь насколько я знаю надо это вот как бы ты свою чуть ли душу ради любви отдаешь вот там переливание крови органа а вот ваша позиция интересно слушать по этому вопросу ну и моя позиция выразилась в том что когда мы готовились ехать уже по всей европе до португалии я сделал завещание если я умру дорогой от органов моих ничего не брать не брать переливание крови не делать и все это перевели на английский немецкий французский русский все это заверено было и со мной этот документ был не то что это грех я просто этого не хочу переливание крови от светили и говы который называется у них запрещено вот и а это имеет обоснование на том что это заражается в елести калмыкия кажется 470 детей спидом заразили и при том никак не по и никому не понятно шприцы были запечатаны но видимо где-то там запечатали они уже были у наркоманов и где-то и уже ничего нельзя сделать если продлить мою жизнь господь продлит я стараюсь избегать всяких лекарств я даже не знаю я съел ли хоть одну таблетку за всю жизнь если что-то это простыл картошку сварил накрылся на все мне это не надо для жизнь проживут начинают они там гигиене все у вас там нет вот антисанитария там этом в лагере обедаем какая антисанитария где что я на улице с детьми сидим на холме городские такие пишут которые ни разу сами деревне даже не выезжали поэтому пустое ты болеешь я не болею еще тебе доказывать вот говорят самая тут гигиеница больше всего это прибалты и скандинавия и вот взяли для проба эстония такая культурная нация там и швеция сравнили где чаще мой детей где больше гигиеница оказалось швеции вот насколько процентов больше гигиеница настолько больше больных там аллергия там аллергия защиты слой у человека защитные надо сырую воду пить вот мы ехали представьте владивосток проведите лиссабон и мы пили везде сырую воду и никто не заболел сырую такая вода была как у вас карта там коричневая нам кричали прямо тамошние люди не петь ее нельзя пить она но мы все равно пили нам надо воду и потом сырую пили но у нас святая вода была бы все разбавляли и нам ничего не пристало да сейчас даже знаете сейчас ребенок рождается сейчас мало матерей кто своим молоком даже кормят то есть самое главное там до трех лет кормить своим молоком чтобы у ребенка иммунитет сформировался сейчас даже не знаю но я знаю как бы видел то что у матери они как вот ребенок рождается они сразу там сухой смесью начинают кормить поэтому он вырастает у него аллергия на аллергии болезнь на болезнь ну да у нас вот у нас семьи десятеро детей было и мы этого не знали чтобы так вот болели как сейчас постоянно тут продуло то какая-то аллергия на что-то на цветы на какие-то вообще не слышал даже какая температура давление там у нас не было ни градусника не давление ну ну что-то простыл простыл на печку естественно это естественно нормально все и и больных ни одного нету все в армии служат но ни одного больного нету до катания моей сестры семеры шесть сыновей дочь и ни одного больного нет да не просто проверено представьте служит президентском полку то есть это стопроцентное здоровье я вот морфлот подводный флот записан был потом в ракетных войсках а что я в жизни перетерпел так это не на одну биографии бы хватило мне даже нужды нету вот 10 июня мне будет 80 лет 80 так я и мороженое меня где только не давили не выкручивали и всю жизнь на стройке везде работаю там еще две грыжи одну сделали операцию на позвоночнике от тяжести раздавлен позвонок буквально и ничего и каждый день расхожусь и даже нужды нет а было я только главное как-то брюки надеть вот никак сползаю на животе на колени встал потом поднимусь а сейчас нормально встаю и даже никогда не узнаешь поклоны все время земные это господь господь видит что я не во что ставлю эту плоть я забочусь кормлю ее рабыню эту но она не душа не над душой не командует душа это госпожа плоть служанка должна быть понял смотрите такой еще вопрос связанные с похоронами откуда вот появился такой обычай хранить на третий день потому что когда читаешь новый завет христа похоронили же в этот же день вот он как с креста его сняли там ничего не ждали и насколько не знаю вот я по-моему где-то встречался говорят что первый христиане хранили также вот день смерти или это ложь это мертвому это разницы нет вот так принято и приехали простились люди принято на третий день ну и вопросов нету крестят на восьмой день я никогда не спорю о вещах не нужны для меня и соломон говорит не спорю деле не нужен для тебе разницы нет но так принято а бывает жару когда там что-то скорее на второй день крестят а бывает что сразу бывает некоторых в этот же день крестят нигде это не указано но принято вообще принято третий день то что вот мне не нравится то что относительно недавно на законодательном уровне у покойника делают скрытие независимо там родители согласны не согласны и как бы все по закону везут в морг делают скрытие оттуда все как говорится потрошат и потом зашивают ну вот я дал у меня принято завещание а вы думаете то что это реально вот это поможет конечно 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 обязательно даже у меня документ да и нужды нет они потрошат когда когда внезапно умер и были какие-то отношения они отравлены ли не убили это объяснимо нет а иногда даже и на технике старый человек там бабка 80 лет помирает нет и все там я знаю там знакомы знакомы знакомых и они там давали взятку чтобы не потрошили давали доктору деньги чтобы у нас этого нету нету хоронят просто и все умер похоронили молодой умер там точно также там завели у нас этого нет я даже не слышал но так как я ездил бы очень далеко поэтому наказал как следующий вопрос а вот если старобрядец умрет его московском патриархии чин отпевания сделают ему старобряца не знаю так а будет ли говорить еще скажут ли а зачем его саробряце туда не понесут никогда не нет но у мало может быть как там был он сторопрятческой церкви потом там переехал в город где не то сразу братича с kms не во всех городах расчет отting или заочно заочно но к никаньянам они не почадут к иретикам так они понимают никогда старобряться туда не понесут они отдельно сообщат потом письменно там от поют где-то у себя на Рогожском кладбище. Даже так, не понесут даже, да? Нет, даже думать не надо. Это вопрос намертво. Неприятие. Следующий вопрос у меня по Писанию. Смотрите, я сейчас только читаю Писание с толкованием. До этого много раз так читал его. И я еще не дошел до этого момента, но мне уже хотелось у вас уточнить это вот откровение, где говорится о 144 тысяч душ, ну, еврейских. Я вот сейчас просто помню, вот, как это растолковывается, то, что спасутся всего 144 тысячи душ или вот 144 еврейских душ. А у вас толкование какое? Наш трехтомник? А там, а почему? Там, смотрите, там все объяснено. А я просто нет, я еще не дошел до туда. А вот дойдите, откройте, я отвечать не могу даже это. Зачем? А, понял, хорошо. Там до точки указано из святых отцов, откуда, кто толковал так. Да, там все написано. Теперь нам легко отвечать. А почему не дошел-то? Перелистни там сразу в стране 100. Посмотри, как там. Так, у меня следующий вопрос. У меня не может быть такие, знаете, как вам сказать, праздные вопросы. У меня они просто все интересные, поэтому вот следующий такой вопрос. как-то вот вот в раю, в Царстве Небесном будет ли день и ночь? Вот такой вопрос. Не будет. Не будет. Не будет. Ночи там не будет. А цель, да? Вот. И храма не будет. Храм сам Господь. Так написано. Вот даже так, я помню. Да, храма не будет. Сам Господь есть храм. И Он есть солнце. И сна не будет у человека. Сна тоже не будет. Нет, это еще. Сон – это усталость, а это нет. И будут, как ангелы. Ангелы же не спят, не отдыхают. Ни сна, ни ночи там не бывает. Того глаз не видел, уха не слышал. Вот так это считается. Да, чтобы приготовил Господь, любящий Него. Да, и на сердце не приходило. А у животных есть душа, которая так же потом? А отдельно от тела нету. Душа в крови. То есть жизнь, где заключается. Кровь выпустила, он умер, остановилась в сердце. Такого естества? Нет. Человек дуалистичен, а это, наверное, стищен, как сказать, животное. Нет у него души отдельно от субстанции. Такой вопрос, связанный, знаете, с детсадами, со школами. Вот сейчас то, что там в Москве, Санкт-Петербурге. Вот у вас опыт колоссальный в воспитании детей. Да. И, знаете, вот вопрос такого плана. Мне кажется, было бы правильным, если вот в детсадах и в школах, например, сделать раздельное. Там учились девочки раздельно, мальчики. И в школах то же самое. Мне кажется, это не совсем правильно, когда там с детства все вместе они. Неправильно, что вместе. Я смотрел в мусульманских школах, а они сидят, девочки, вот так вот все руки. Все, ни одного мальчика там нет. С мальчиками занимается мужчина, с девочками женщина преподает. Я был у них там, видел это все. Ну, это вообще, как бы, это не против. Даже и в христианстве так, по идее, тоже должно быть. Потому что сейчас очень боятся отдавать родителей детей в детсады, в школы. Вот зная, что из себя школа современная представляет и детсад. Вот даже христианская семья, ну, это очень страшно отдавать. Потому что ребенка там будут воспитывать. И он там может насмотреться очень много чего. Ну, евреи говорят, дай ребенка до 4 лет, а дальше делай, что хочешь. Главное. Лев Толстой говорит в конце жизни, говорит, половина того, что у меня есть, я получил до 4-летнего возраста. Это все сходится. Поэтому-то и надо заботиться. Я в 45 лет начальник детского лагеря, могу сказать о деградации этого поколения. И с года в год все хуже и хуже. Дети. Раньше я не брал вот таких-то, я прям говорю, какие. А сегодня, если играет в компьютерные игры, я перестал брать. А они не поддаются, и воспитание, ничего нету. Мертвые. Отравленные, опрокинутые. И даже вот, знаете, опять же, если вот так возвращаться к вопросу по поводу брака, замужества. Оно раньше-то было правильно, что там церковный брак, там был там с 13-14 лет. То есть девушка созрела, ее сразу замуж отдают. То есть она сразу, и даже при всем желании не дают этого времени, чтобы она могла блудодействовать. Ну вот, как бы. Она созрела, все, есть жених, все, сосватали, вышла замуж. Ну, закон. А сейчас на законодательном уровне, наоборот, хотят поднимать возраст, чтобы там девушка выходила больше-больше в возраст. Ну, я не знаю, как это законодательство. Я слышал, что наоборот, уже ниже, там до 16 лет понизили. Это говорит об этом Жириновский. Раньше вы давали, что у Богородицы ребенок на руках, ей было неполно 14,5 лет. Да. То есть в 14 лет она уже вообще веносила Христа. Да, ну она уже потому, что девушка, она созрела полностью. Ну, так считается. Такой вот вопрос. Вот по поводу Сталина. Мы его можем расценивать как православный, как бич божий? Вот подобно, как вот Новокудоносор был для евреев? Или это вообще из другой субстанции? А что рассматривать? Сталина как бич божий? Конечно. Конечно. Только так и надо. Только вот. Определенно. Вот, потому что я здесь как бы так вот, иногда свои такие размышления были. Я вот так же вот стал относиться где-то два года назад, что это абсолютно бич божий. Это его орудие, которым он карал. Да. За перья. Да. Вот здесь вот понял. Такой следующий вопрос. Есть ли какие-то требования к нательному кресту? Ну, опять же, где-то я сталкивался, что, говорит, вот на кресте не должно быть изображение Иисуса Христа, что крест должен быть без него. Так как, если, говорит, там изображение Иисуса Христа – это икона, а икону вы прячете под рубашкой, это неправильно. То, что, говорит, это крест. Все это выдумка, ни на чем не основанная. Да, я вот поэтому решил у вас спросить. Что, как бы, крест, если там есть Христос, то это нормальный крест. Нормальный крест такой продается во всех храмах. Зачем бы думать? Это тут можно нагородить что угодно. Этот крест напоминает нам о страданиях Христа Голгофи. Я помню. Еще, знаете, вот многих, кто сейчас в московском патриархате, им нравится, по крайней мере, внешность их главы церкви – Корнилия. Они вот сопоставляют, сравнивают Кирилл и Корнилий. И вот очень много вот я слышал таких положительных отзывов именно о Корнилии, вот внешне. Как вот, говорит, он более производит впечатление того священно-начальника, которого вызывает доверие. То есть он мало где идет на соблазн, он мало в чем замешан, в таком вот скандальном. Игорь, вот многие вот здесь прямо вот, говорю, тянутся к старообрядчеству даже вот из-за их лидера Корнилия, сравнивая с Кириллом. Ну, я переписывался с ним. Я ему книги послал, он мне свои выслал. Ну, я тут спросил разрешения, я говорю, вы могли бы разрешить официально, чтобы старообрядцы, которые потерялись, могли переходить в храм. Никуда не переходить, ничего, просто молиться в это время-то не шататься. Он сразу резко ответил, так, это мы не можем. И сразу изменил ко мне отношения, потому что, да, да, это у нас хорошее отношение. Мои книги получил, и говорит, как много я получил нового, интересного и полезного. А я ему, дескать, он попросил дать рецензию на его книге, называется «Сто проповедей митрополита Корнилия». Там еще одно про пьянство. Я ему сказал, что вот это вы говорите на каком основании, а вот это, вот это тоже так. Он говорит, я это все учту. То есть, ну, хорошая переписка. Но когда я это спросил, у нас всякая связь прекратилась. Я тут старообрядца одного спросил, он говорит, да он же так же точно боится всех. Его сразу сметут. Ну да, потому что, я думаю, может быть, он даже сам понимает, у них же тоже есть епископат, правильно же, в старообрядческой церкви. Ну да. И мне кажется, как бы, если он такое выразит, там где-то на собрании, я думаю, то, что там просто его могут убрать сразу же Корнилия. Вот она зачем смотрит? Нигде этого нету, что молиться нельзя. Нигде этого нету. А вы еретики, ну, на каком основании, на каком соборе принято, что Московская патриархия, это еретики там все, да? Как говорить о всех-то, речь вот о миллионах, о многих миллионах. Ну, безумие. Илья Пророк молился, рядом стояли волхвы, ваала, 850 человек, ему это не повредило. Откуда взяли? Молиться нельзя. Ну, он зашел в храм. Нельзя в храм. Но это и в идее, в Шульхана Рухи записано. Увидел храм, плюнь в него и скажи, что бы ты провалился. Старообрядчество – это ряска, тина, ил. И там тебе ничего не дадут делать. Ничего. Прямо живое евангельское слово никак не приветствует. А друг за другом подглядывают. Мне приехали старообрядцы и говорят, вы даже не знаете, я ролики выставляю. А они специально, говорят, люди, там, ну, называли сколько человек, все внимательно с утра уже просматривают все ваши ролики, чтобы увидеть, те старообрядцы, которые в Потеряевке есть, можно их отлучить или не надо? Отлучить. О-о-о! Да. А один, который на это... Отличный будет, смотрите, вообще. Племянник мой. Он сразу с ними порвал все. Женился на православной, патриархийной. И живет там, ребятишки у него где-то. А другой пока не может это. Мы никого не заставляем. Мы молимся с детства так, двуперстно. Сима... А я, кстати, тоже двуперстному. Я не знаю, что... Да, двуперстно. Много Господа истинного считаем. А им это не надо. Я еще могу сказать. Я знаю только там. Никакие твои таланты, что у меня есть, если бы там старообряешься с ним и были, а мы там и были, то этого ничего бы не было. Ни этого сайта, ни форума. Ничего бы этого не было. Ни книг. А это 38 книг. А патриархийная, все там, не согласно, то другое исследует и ничего не делают. А те нет сразу. У них часто на кулаках все решают. Прям драка. Не так, значит, это, как... Ткачев говорит, говорит, такое, через колено и ломаю ее, говорит, а потом дай ее по челюсти. Я это знаю. Это не чужие для меня люди, близкие все это. Значит, такой вот тоже вопрос у меня по поводу нашего президента. Вот у вас большой опыт. Вот с вашего опыта человек верующий он все же или он атеист? Он говорит, когда в Норд-Доссе захватили, и что делать? Я, говорю, впервые встал перед распятием, перед иконами и стал молиться. Что делать, Господи? Вот так. Это он сам говорит, интервью. Он заходит, зажигает свечки. Он признает, что Бог есть. И само по себе, вот как Валан беседует, там сидит, что кто-то же должен жизнь разнарядить-то, управить жизнью. Ну, из мастера Маргариты Булгакова. Вера, конечно, настоящая, она бы его оттуда вышибла. По Евангелию делать. Он говорит, прощать врагам этого я не могу. Они у нас тут что делают? Мы их мочить будем в сортире. Ну, верующие... Он постоянно говорит, родина, родина. Он делает круглый камень всегда на родине. Патриотизм, родина, патриотизм. У него пронизано все. Историческое прошлое, он говорит, корни нашей культуры. Ну, там, когда на Соловках было, я все это смотрел. По нашим меркам. Я ему послал диски, насчитанные мной, архипелагу, лаг, библия. Послал книги. Мои книги, трехтомник, видели у него в библиотеке. По телевизору показывали. Вот. Я ничего не могу сказать. Пусть он сам ответит. Но, вот если бы он был у нас здесь, он бы был в оглашенных. Что он бреется, в первую очередь. В оглашенных мы бы... Но он сейчас пришел бы, и к вам бы еще в храм не запустили. Запустили. Мы бы сказали, нельзя, но вы президент, царь. Поэтому смотрите, как вам кажется. А он сказал, я желаю в алтарь войти. Есть канун, который... Миренин. Царю разрешается. Разрешается? Да. Именно Миренину царского достоинства. Так что, мы бы и в алтарь запустили. Я даже, кстати, знал по поводу. Я правильно тоже читаю сейчас каноны. Это канон, это канон. Собор. Прямо говорится. Я понял, я даже не знал. Человек царского достоинства, вхожий туда, в алтарь, там молится. Вот когда Ольве и Саврианина считаем, откажется, его там ворвались, а он крестом отбивался, они ему руку отрубили. Прямо в алтарь. А у него там охранников-то не могут войти, а он там был. А православные его там и зарезали. Православные. За православные много, что числится? Да, конечно. Это Златоуст, помните, как издали? Когда выехал, я забыл, это митрополит его имя. Там 10 тысяч монахов порезали всех вообще. А, это Феофил Александрийский, Патриарх. Это Феофил, да, Феофил Александрийский. Ну, а Форетри, когда он в ссылку шел, его претарианцы, гвардия охраняла, и они напали в горах, караулили убить его. Так он там в одном месте скрывался за такими ограждениями, едва не убили. Они говорят, лучше попасть в руки и саврянам, чем этим дикарям. С турком, да. Лучшим турком, да, да. Да, он говорит, никого не боюсь, только епископов. Вот тебе и пожалуйста. И поэтому тоже, я не представляю, очень тяжелое такое наследство для президента с точки зрения многонационального народа. Потому что вот сколько набедокурили до него наши цари, там уже Ленин, Сталин. И сейчас вот как все это, не знаю, разруливать, как говорится. Мы молимся за него, за Дмитрия Медведева, молимся за Дондаря Трампа, за Рамзана Кадырова, за Александра Лукашенко, за Ордогена Турции, где война идет. Мы каждый день их имена произносим. Мы молимся, Господи, сохрани их от покушения на них. Откроем истину твою, и через них садилай полезные церкви. Сейчас тут пенсионная реформа ударила сильно. Авторитет подорван буквально. Люди и так не доживают до пенсии. Вот такое дело. Да, это я знаю. По поводу следующего у меня вопроса, Илья Тихонович, по поводу постных дней. Вот, например, я смотрю календарь, православный календарь, и там всегда понедельник стоит сухоедение. Хотя, как бы, вот есть 69 апостольское правило, там среда и пятница, это постные дни. А что за календарь понедельник, сухоедение? Откуда вы взяли? Это на Великий пост. Нет, не Великий пост. Это вот именно вот сейчас, я смотрю, календарь, там написано монашеский, монашеский. А, это монашесство само выдумано. Я про это разговаривать не хочу. В понедельник ничем не отличается от вторника. Всё, понял. Не надо даже это брать. Вот у меня к истинному православию, я там беру буквально с оригинала Большого устава, какие дни разрешаются, в каком месяце. Среда и пятница растительное масло или вино, или рыба. К истинному православию опасти. Надо, я вам скину. Нет, нет, даже скидывать не надо, потому что я постоянно на вашем ресурсе. Такой вопрос... Вы зайдите на сайт, не на видеоканал, а на сайт. Нет, я знаю сайт, я сайт. И там письма православия. Я письма православия. Когда в него ткнёте, а дальше оглавление, ещё страница перевернётся. И посмотрите, там опасти, более полного материала, может быть, нигде и нет. Я 40 лет потратил на это. Вот знаете, сейчас вот одно, прям, несколько секунд. Я просто сейчас... Сайт во свете Библии. Нет, я знаю, я просто сейчас вот в календарь захожу. То есть вот смотрите, вот среда будет на следующей неделе, среда. Это вот 17 октября. Это монастырский устав. Да зачем он вам нужен-то? Нет, я знаю, но просто вот какой есть календарь, поэтому я делаю такой акцент сейчас, что там написано «горячее с маслом». Я рассуждать даже не буду дальше. Мы не монахи, и не надо это. Нам это не надо. Можно горячее с маслом пищу есть в пятницу? Если не Великий пост. Если среда, то в этот день надо посмотреть. Среда и пятница. Вообще почти круглый год они постные, без масла. Если есть такое, человек придерживается, ну пускай и ест горячее с маслом. Ну у нас, мы смотрим, вот как у меня написано к истинному православию. Это большой устав, по которому жила вся Россия. Я взял не монашеские. А вот вы откройте там сейчас сайт, и увидите, к истинному православию книга на первой странице, на главной. А мне вот книга, там откроется оглавление, написано «О посте». Вот и считай. Считай, там все написано. Когда, что, как святые отцы рассматривали. Ответ понятен. Да. Сайт. Такой вот вопрос. Я знаю, что вы очень много времени уделили с такой темой, как масонство. 14 лет. Да. И у вас там поразительные ответы. Вот то, что я с чем сталкивался. И у меня вот такой вопрос. Вот Федор Ушаков не был ли в этой организации? Не знаю. Не знаю. Мне и знать не надо. Зачем он умер? Это лишнее знание. Споры вызывают. Я никогда не спорю. Я возместил. А вы, допустим, не приняли. Тема закрыта. Все. Я перед Богом оправдан. Я сказал, а ты не принял. На этом все. Зачем я буду время тратить на это? Мне не поставлена задача переубеждать. А написано засвидетельствовать. Я засвидетельствовал. И на этом конец. Ну, допустим, был еще из этого. Да ничего. Я вот говорю. Это вот в том плане, что у меня вопросы накопились. А у меня, знаете, к священнику подойти, у него нет постоянно времени, чтобы побеседовать. Как бы они так располагаются. А когда ты начинаешь по Писанию, ты для них врагом лютым делаешься. Поэтому, говорю, вот этот просто список вопросов. Я не то, что там спорить, либо дискуссировать. Просто вот интересно. Ну, Кутузов Михаил Ильянович. Ну, допустим, так был. А Сталин был или не был? Ну, не в лике святых Кутузов, а Ушаков Федора и его церковь. Да, это все придумали. Это Министерство обороны его придумало. Ну, да. Что он сделал? Всю жизнь воевал. А теперь на очереди канонизирует Суворова. А потом Игоря Талькова. Безумие, говорит. Оставьте и расти вместе до жатвы. До жатвы. А во время жатвы, говорит, Господь разделит козлов и овес налево-направо. Нам зачем это, когда нас это совершенно не касается? Был, не был. Я говорить об этом не желаю и никогда не рассуждаю. Праздный вопрос. Праздный, праздный. Вот такой вопрос, он из Писания. В Бытие и потом уже в Новом Завете упоминается такая личность, как Мелхиседек. Да. Она настолько таинственная, даже вот в толковании как-то однозначности нет о нем. И вот ты не знаешь, что ли это был уже тогда, ну, некий прообраз Иисуса Христа, которым Авраам десятину принес. Либо вот что-то такое, где, как вы говорите, за грань лучше не надо заходить. И вот лучше все оставить, как вот есть. Апостол Павел говорит, мы не знаем, кто отец, кто мать. Он прообразовал Христа. И больше ничего. Такой же обыкновенный человек. Но об этом не написано, и мы не знаем. Обыкновенный простой человек. Вот когда считаешь... Вот там и ливый появляется в конце. И все считают, это Христос. А златоуз говорит, безбожник. Вот какое толкование. Это безбожник. Молодой человек начал укорять, говорить. И Господь говорит, а кто это, говорящий без смысла? Вот и ответ весь. Придерживаться надо то, что сказали святые отцы. Им Бог открывал. А мне вот никогда ничего не было открыто. Я ни одного голоса не слышал. Ни одного видения не видал. Я просто молюсь. И в этом нахожу радость любви Божией. Я просто поразился, когда вот в быте, как бы вот этот вот такой маленький фрагмент, когда Авраам встречается с ним. И потом Давид упоминает, ты священник во век подчину Милхиседека. И потом на этот же стих уже ссылается Павел. И здесь уже ты понимаешь, что это что-то не просто так. Ну, про образ. Вот Исааки несет дрова. Исаак несет дрова. А что это про образ Христа? Точно так же в жертву был нес крест. Это все прообразовано чем-то, о чем-то. А это говорится 1 Коринфянам, 10 глава, 6-11 стихи. Подробно. А это были, говорит, образы для нас, чтобы мы не были похотливы на зло. 1 Коринфянам, напишите. Я это знаю, я знаю. 10 глава, 6-11 стих. Мы не были похотливы на зло. Да. И смотрите, вот такой вот уже вопрос. Когда вот я с вами год назад общался, я как раз-таки ситуацию свою описал, что меня крестили в младенчестве. Мать ничего не помнит, полное либо неполное погружение, грёстных нет. Всё, согласно Писанию, я понимаю, мне надо крестить меня. Я прихожу, когда общаюсь с одним священником, со вторым, я им просто рассказываю ситуацию. Я им могу, конечно, прийти и сказать, крестите меня, я не крещённый. Но я как бы хочу, чтобы они вниклись. Я им даю материалы, говорю, мне надо крестить, они даже не хотят слушать. И говорят, нет, ты крещённый. Причём я как бы на второй день прихожу, говорю, ну вот отец, смотрите, вот есть святые отца, как рассуждают. Я говорю, вот есть каноны. Я говорю, я не крещённый. Я говорю, вот есть 84-е правило, что в Севернском соборе. Но он не хочет слушать, он злодей, я для него теперь вообще. И я, знаете, как Игнат Тихонович, я просто хочу сходить в какой-то другой храм и сказать, вот я не крещённый, крестите меня. Полное трекратное погружение, чтобы без всяких этих, как бы, разговоров лишних, как говорится. Потому что, когда начинаем свою ситуацию рассказывать, они не хотят слушать. Прям вот стена, пелена, белая пелена, всё. Иди в патриархию, гонит моментально. Вот я хочу просто прийти, как бы, и всё, крестите меня и без всяких разговоров. Но я бы на это не пошёл. Ну вот, да, вот видите. Я бы обязательно сказал. А он один, нет. Беседовать с ним надо, с другим, и Господь обязательно вам укажет. Я вот тоже как-то вроде бы так общаюсь и думаю, ну... Причём, знаете, я недавно столкнулся, по-моему, у Григория Низского, когда он беседует в разговорах о крещенстве. Может меня сейчас поправить, может быть, это не он. И когда он говорит, что вот, задаётся таким вопросом, таинство ли крещение, либо обряд, он говорит, крещение — это таинство. И потом уже когда начинает рассуждать, а погружение в воду является обрядом, либо крещением, либо таинством, он говорит, и погружение в воду является таинством. Как бы вот весь ответ. Я как бы понимаю, что вот весь ответ. Я не знаю, был ли я мочёным, краплёным. Есть шестой Вселенский собор 84-го правила. Всё, что там размышлять? Я просто, знаете, я когда начинаю беседовать над темой, я очень так завожусь, я горячий, у меня вспыльчивый характер. Вот, я говорю, ну как так? Я говорю, да ты вот, ну, откройте глаза, говорю, батюшка, ну, и всё. А тут, понимаете, понятно, как вот мне кажется, что либо он сам не крещён, либо он, понимаете, сам вот крестил так, и ему от этого греха не хочется отходить. Он грех сладок, мы это все понимаем. Поэтому я с добром, я благоговейно отношусь к священностскому саму. Вот всегда, я как бы не то, что я прихожу слушать там, как бы я всегда говорю, а вот мне надо время там 15 минут уделить. Они говорят, да, уделим. А в итоге бесполезно. Вот я даже уже вопросы стал задавать, мои вопросы даже там не читают, он даже, вот это, даже не будут в такое отношение. Поэтому, говорю, вот видите, как вот с крещением. Я опять у матери спрашиваю, мам, говорю, как бы вспомню. Говорит, я не помню. Говорит, знаю, что крестили. Это, ты, говорит, ещё до года, тебе ещё год не исполнился в православном храме. А по поводу обливания, ну, скорее всего, мочения, потому что это советское время, даже деревня была. Но, да, ну, что сказать, ищите и набрящите. А Кирилл Сахаров, вот я к нему тогда ездил, его не было. Потом звонил на те номеры телефона, там никто трубку не берёт. И мне просто интересно, вот Кирилл Сахаров, он, как сказать, такой же линии придерживается, то, что меня надо крестить, или всё же он скажет, нет, там, решение епископа, патриархии должно быть. Меня просили его больше не упоминать, на него гонения. Понял, я понял. То есть слопает его, ничего не оставит. Нет, я понял, да, я понял. Я понял. Ну, всё, наверное, на пока. Да, Игорь Тихонович, большое спасибо, потому что все вопросы, которые были, вы на них ответили. Мы спасибо не говорим, говорим, спаси Христос. Спаси Христос, конечно. Во славу Божию. Спаси Христос, что уделили временем. Спаси Христос. Ну, всё тогда с Богом. Помоги вам Господь. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...